Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня, и я сейчас свяжу с вами поздно-поздно вечером. И я так чувствую, что сегодняшнее видео получится, ну, не ASMR, потому что у меня нет профессионального микрофона, но что-то наподобие ASMR, потому что буду говорить ей крайне-крайне тихо. Лёва спит, и я очень надеюсь, что он уже с этим своим сном перейдёт на ночь, потому что сейчас сколько там, 9 часов, наверное, 9 с чем-то вечером, достаточно поздно. И вообще сегодня такой какой-то странный был очень день. У меня было очень много планов на сегодня, я хотела сделать очень много чего, но ничего из того, что я хотела сделать, я не сделала. Пью свой чай, любимый. На основе ромашки и других трав, которые я вам уже показывала в одном из предыдущих видео. Очень его люблю, он действительно классный, успокаивающий и очень приятный на вкус. Так вот, день, конечно, сегодня такой выдался совсем не алё, потому что, вот помните, я вам говорила несколько дней назад, да, что у меня такое состояние, что вот-вот по мне не разболеться, вот-вот по мне не разболеться, я была всё время на грани. Вот пила там чай с лимоном, вёдрами, пыталась как-то натуральными средствами лечиться, пить витамины и так далее. И вот сегодня я почувствовала, что всё, у меня не было сил. Я просто сама была сегодня как выжатый лимон. Мне было настолько всё тяжело, настолько всё не в моготу. Я планировала сделать достаточно много чего, пойти там с Лёвой погулять, зайти на почту, отправить посылку, зайти в магазин, посмотреть парку. В общем, ничего из этого я не сделала, потому что я целый день просто провела дома. Сейчас у меня какой-то пузо застрял в кольце. Пытаюсь его вытащить. Пытаюсь провела дома, еле-еле там я уже, потому что, понятное дело, что Лёва тоже требует к себе постоянного внимания. Но мне было крайне тяжело, крайне тяжело вообще сегодня что-то делать. И я очень надеюсь, что это не... Что вирус меня не догонает, потому что сейчас очень многие болеют. У меня мама болеет уже больше недели. И я надеюсь, что меня всё-таки это не настигнет, потому что завтра у меня вообще грандиозные планы. Ну, как сказать, грандиозные. Помните, мы с вами говорили про блогеров, кого я смотрю на Ютьюбе. Я упомянула Антона С., что он один из немногих блогеров, кого я смотрю. Я забыла вам сказать про ещё одну женщину. Её зовут Наталья Фалькона, которую я периодически смотрю. Я не смотрю каждое её видео, но я достаточно давно на неё подписалась, когда у неё было, не знаю, сколько там, 20 тысяч подписчиков, может быть, даже меньше. Началось это всё с того, что я зашла как-то на Ютьюб, и там мне порекомендовалось видео, как американец ест русскую еду. И вот я с этого видео... Мне очень понравилась её подача. Она такая была весёлая, с юмором, задорная. И я вот так подсела на её видео. Её женщина очень открытая, делится такими личными вещами, рассказала. Она сейчас живёт в Америке, она рассказала о том, как она переехала в Америку. В общем, я периодически её смотрю. Несмотря на то, что она, ну, как бы старше меня, но это абсолютно не важно, потому что я смотрю блогеров не по возрасту, а по интересам. Если у меня человек интересен, я его буду смотреть, если он ей неинтересен, соответственно, не буду. Ну, так вот. И она приехала в Ригу, потому что у неё в Риге живёт, я так понимаю, двоюродная сестра. В общем, у неё какая-то родственница живёт в Риге. И она в своём инстаграме написала о том, что она делает завтра встречу с подписчиками. Ну, я подумала, блин, ничего, мне на неё не сходить. Я её, естественно, Наталью живьём никогда не видела. Мне было бы очень интересно с ней пообщаться вживую. Ну, так вот. У неё муж-американец. И она в Америке живёт с 30, по-моему, там. В общем, она приехала из Рыбинска в 30 с гаком лет. Не помню, точно не буду врать. В общем, она очень интересная. Действительно, такая творческая личность. Но, видите, если я разболеюсь, конечно, никакого визита у меня не получится, потому что, ну, куда я? Блин, я сегодня... У меня было просто желание тупо поспать. Я даже когда днём там поставила Лёва в кроватку, и уже просто легла, и у меня было... Это я врубалась. Мне просто рубила, не на шутку. И в инстаграме тоже не могла ничего записывать, потому что просто у меня вообще не было сил. Просто тупо не было сил. И у меня всегда, когда я не очень хорошо себя чувствую, у меня начинается... У меня портится настроение. Я думаю, что я, наверное, не одна такая. Вот. Но у меня прям очень сильно моё настроение зависит от того, как я себя чувствую. Сегодня у меня прям было такое, ну, упадническое настроение. Ничего мне не хотелось сделать. Иногда вот бывает хочется просто поваляться, поваляться, посмотреть там какой-то сериал свой любимый. Но, естественно, когда ты мать с маленьким ребёнком, ты не можешь делать то, что тебе хочется. Ты делаешь то, что нужно ребёнку в первую очередь, а потом уже там то, что тебе хочется. Кстати, очень классный бальзам, который изначально мы купили для Лёвы, потому что у него в какое-то время был дерматит атопический, когда ему было 4 месяца, наверное, где-то так. И нам наш педиатр посоветовал купить вот этот бальзам. Он специально для атопического дерматита. Сейчас опять скажут, реклама! Нет, ребят, это не реклама. Есть ещё блогеры на Ютубе, которые могут честно что-то порекомендовать и не получать за это деньги. Хотя я ничего не вижу плохого в рекламе. Тоже, если действительно продукт достойный, если действительно продукт хороший, почему бы его не прорекламировать? То есть я не понимаю вот эти вот нападки людей, которые, а, реклама, реклама, ну и что? Ну и что, что реклама? Дальше что? Вы попробуйте вот так вот заработать на рекламе. Посмотрю, как у вас это получится. В общем, это не реклама, это просто действительно классная вещь. Биодерм, бальзам, который можно использовать как младенцам, так и взрослым. Он без запаха, и он гипоаллергенный. И я изначально мазала им Лёву, а потом я перешла на себя. Теперь это мой самый-самый любимый крем для рук, бальзам для рук, крем для тела. В общем, он действительно классный. Он не дешёвый. Такая вот бадья стоит около 27 евро, наверное, у нас в аптеке. Но он того стоит, и его действительно на долго хватает. Так как он без запаха, он мне очень хорошо подходит. Также хочу затронуть немножечко тему моего предыдущего видео про пигментацию. Как обычно, обошлось не без... В общем, кто-то там не поверил, что у меня было лицо без макияжа, да. Ну, в общем, думали, что я обманываю. Там вообще доходило до того, что кто-то написал, что у меня чуть ли не пересадка кожи была произведена. Ребят, ну это всё настолько полный бред, это всё настолько вообще какой-то неадекват. Ребят, я вот сейчас тоже с вами сижу без макияжа, нанесла уход свой, который я вам показывала в своём предыдущем видео, и бальзам для губ, в общем, все продукты, которые я наносила в прошлом видео, у меня сейчас на лице, поэтому оно такое, видите, блестящее. Но, естественно, никакой пересадки кожи, никакого тональника у меня на лице не было. И кто-то писал, что невозможно такие результаты ошеломительные, ты нас обманываешь. Ребят, я уже не первый раз перед вами предстаю без какого-либо макияжа, потому что я действительно довольна тем, как выглядит моя кожа. У меня не ушла полностью пигментация. Нет, не ушла, она до сих пор есть. Мелазма на лбу и под глазами, но она намного улучшилась. И да, я сама не думала, что я до этого дойду, но результат действительно крутой, результат действительно классный. Конечно, наверняка это всё вернётся опять летом, потому что, как бы ты ни защищался, человек, который склонен к пигментации, который склонен к мелазме, это всё возвращается обратно. То есть я так думаю, что полностью мне от этого избавиться не получится. Но вот в зимнее время моя кожа действительно стала... Ну, сейчас ещё, конечно, не зимнее время, но вот прошлой зимой, тоже когда я делала все эти процедуры, моя кожа выглядела отлично. И, конечно, вот уже весной и летом, когда солнце стало более активное, кожа стала опять... Ну, в общем, вся эта пигментация возвращается. На данный момент уход действительно на мне сработал. Кто-то там писал, продаётся ли это в Риге, ребят? Я не... Ой, в Риге, в России. Я не знаю, продаётся ли это косметика в России. Вот правда, я не знаю, но вы можете же закуплить. Ну, наберите косметику Бионайк России и посмотрите, продаётся ли это косметика в России. Можете ли вы заказать тот или иной продукт себе в город? Но я помню, что когда я первый раз только заикнулась на Инстаграме об этой косметике, мне одна женщина написала, что в России... Что в России эта косметика известна. То есть, по крайней мере, ей, я не знаю, с какого она была города, ей эта косметика была известна. Вот. Я лично первый раз столкнулась с косметикой Бионайк. Вот так вот в аптеке просто спонтанно, случайно. Ну, и слава богу, что так вот получилось, что я спросила у фармацевта, есть ли у них что-то от пигментации. Но опять-таки верить вам мне или не верить, это ваше личное дело. Как бы вы просто можете посмотреть. И опять-таки посмотреть на меня, посмотреть на мою кожу и сравнить, да, как она выглядела тогда и как она выглядит сейчас. И ещё, естественно, это не значит, что если это помогло мне, то это поможет и вам. Это абсолютно не значит. У всех разные потребности, у всех разная реакция, разная кожа, разная пигментация, да. У кого-то пигментация вызвана гормональным сбоем, у кого-то пигментация вызвана солнцем, у кого-то пигментация вызвана просто потому, что у них вот такая генетическая предрасположенность. и я ходила, сдавала анализы. Если вы следите за инстаграм, то вы знаете, что я там проверяла и печень, и почки, и поджелудочную, и щитовидку. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, у меня всё в порядке. И это мне было очень важно понять, потому что мне важно было исключить фактор, что это может быть гормональный сбой. Естественно, я сдавала также анализы по гинекологии, и всё пришло хорошее. То есть в моём случае пигментация это наследственная, и также она усугубилась тем, что после беременности очень часто пигментация становится хуже. И усугубилась тем, что я ходила в солярий, в своё время просто безбожно. Когда мне было 17-18 лет, я ходила в солярий два раза в неделю стабильно, в самый сильный солярий на 18 минут. И это было, конечно, я теперь просто смотрю на это всё и думаю, как, зачем? Зачем я это делала? Я, конечно, очень сильно подпортила этим солярием свою пигментацию. Несмотря на то, что мне и родители говорили, и мама, и врачи говорили, так как у меня большое количество веснушек с детства, и родинок у меня очень много, что они говорят, «Ань, тебе вообще нельзя с таким количеством родинок и веснушек ходить в солярий». Ну, мне же хотелось быть красивой, мне же хотелось быть модной. Мне казалось, что чем я загорелее, тем я лучше выгляжу. И как только я там чуть-чуть белела, мне казалось, «Ой, боже мой, я выгляжу, как будто я болею, мне нужно срочно пойти загорать». В общем, у меня была прям зависимость от загара. Конечно, теперь я об этом жалею, но вот, как говорится, учись на ошибках других людей, мне кажется, это вообще ни у кого не получается. Ну, мало у кого может это получиться. Как правило, пока ты сам на эти грабли не наступишь, ты ничему не научишься. К сожалению, но это так. Вот. И поэтому с пигментацией, да, у меня, я думаю, это будет такая пожизненная борьба. То будет лучше, то будет хуже. Естественно, в беременности это вообще все превратилось. Я была вся в пятнах, у меня просто везде все обсыпало. Это было просто... Я к такому даже я не была к этому готова. Ну, и даже у девушек, у которых обычно в обычной жизни нет пигментации, у них зачастую может появиться так называемая маска беременных. То есть в время временности. Вы знаете, что на животе появляется эта полоса тоже коричневая. Ну, и вообще пигментация под воздействием вот этих вот тех гормонов, она усиливается. Но потом, как правило, после родов, когда гормональный фон восстанавливается, то пигментация сходит сама по себе. Это я говорю про тех, у кого в обычной жизни, кто в обычной жизни не страдает пигментацией, там, мелазмой, хлоазмой и пигментными пятнами. Вот. Так что вот такие вот пироги. Я, видите, к вам так с чашечкой чая поболтать. Вроде бы мне стало лучше. Я вот приняла душ опять, уже волосы чуть-чуть подсохли, кстати. Мне реально очень нравится, как выглядят сейчас мои волосы. Сзади, посмотрите, как у меня уже красиво все отрастает. Сзади уже почти, как можно сказать, как каре. Сейчас у меня тема сделать ну что-то типа каре, я думаю. Мы сейчас отращиваем немножечко асимметрично. Эта сторона длиннее, эта сторона короче. Ну посмотрим, получится или не получится, потому что, конечно, мне бы хотелось волосы немножко подлиннее. Хотя, знаете, я вот так сейчас на себя смотрю, просто волосы после душа, без укладки, без каких-либо средств, просто вымытый шампунем, даже без кондиционера, просто шампунем, высушенный полотенцем, и как они хорошо смотрятся. Ну как бы, ну это же действительно круто, и лежат хорошо, и объем имеется. У меня, кстати, никогда на волосах не было такого объема, как вот с этой стрижкой Pixie. Кстати, мне на Инстаграм девочки написали, что многие по моей наводке, ну как бы вдохновившись мной, решили тоже подстричься, потому что все-таки эта стрижка очень смелая, она неординарная, но они говорили, ой, мы так долго боялись, но в общем, посмотрели на тебя, решили подстричься. Я, конечно, рада, что я кого-то могу вдохновить на такие вот кардинальные перемены. Я надеюсь, что вы не разочаруетесь, потому что все-таки это, ну, это что-то совсем другое, но опять-таки я считаю, что с Pixie можно выглядеть также очень стильно, очень женственно, и в какой-то степени даже я стала, может быть, чувствовать себя как-то смелее и как-то вот, ну, прям вот так по-другому. Поэтому у меня, знаете, несмотря на то, что я уже вам рассказывала, что я отращиваю волосы, у меня постоянно бывают такие метания, я то хочу отрастить, то хочу, значит, Pixie опять, потому что я иногда смотрю на фотки, думаю, ну, блин, ну, стильно смотрится, ну, стильно же выглядит. Потом смотрю на свои волосы, там, каре, думаю, нет, каре мне лучше всего подходила, ну, в общем, у меня, видите, как, я думаю, что это достаточно частое такое явление, когда девушка, а женщина не может определиться. Ну, на данный момент отращиваю, дальше поживем, увидим, вы точно увидите, к чему я буду в итоге. Pixie это будет или не Pixie? Ну, в общем, да, видите, я вот так вот поболтала, мне, видимо, нужно было как-то вот прям поговорить, выговориться, блогерство меня, видите, это вытаскивает, я чувствую себя лучше. Ну, надеюсь, что действительно, если шутки в сторону, что я не разболеюсь, очень не хотелось бы, очень не хотелось бы, очень хотелось бы пойти на встречу с Натальей Фалькона, я, естественно, планирую это все снимать на влог, то есть, надеюсь, что у меня получится видео записать, ну, вы, естественно, в любом случае все это узнаете либо на Ютубе, либо на Инстаграме, либо и там, и там, так что вот так. Кстати, хочу вам посоветовать один фильм российский, не знаю, смотрели вы или нет, с Паулиной Андреевой, которая, кстати, недавно вышла замуж за Федора Бондарчука, тоже очень много было, типа, ой, увела мужа, увела мужа, вот, у меня уже есть видео на эту тему, серию увела мужа, в общем, я считаю, что полный бред, это, мне вот на, женщина написала в комментариях, ну, что муж, он что, бычок какой-то, так, этого за веревочку взял и повел, он что, безвольный бычок, ну, нет же, конечно, поэтому, вся эта тема про увела мужа, это полный бред, ну, я так считаю, да, в общем, мне очень понравился этот сериал, называется «Лучше, чем люди», и мы его смотрели на Netflix, на Netflix, русский сериал, который изначально вышел на первом канале, ну, это такой, знаете, сериал про роботов, будущее, недалекое будущее, мне зашел, и моему мужу очень сильно зашел, потому что мы смотрели, естественно, на русском языке, на Netflix с английскими субтитрами, и, в общем, нам очень понравилось, мы посмотрели на одном дыхании, так что, если вы еще не смотрели, я вам настоятельно рекомендую, если вам нравится такой вот жанр sci-fi, то есть это научная фантастика, как бы вот фильм о будущем, про роботов, про людей, про взаимоотношения, про семью, действительно, классный, и не зря Netflix купил этот сериал, и теперь он выходит под лейблом Netflix Original, насколько я понимаю, потому что действительно качественный продакшн, ну, в общем, вот, заболталась с вами, типа, голимый фиговый день, но к вечеру, как-то, видите, отлегло, и поболтала и о том, и о сём, надеюсь, что вам понравилось такое видео, болтологическое, многие мне пишут, а они, у меня такое чувство, что я просто с подругой болтаю, мне очень приятно читать такие комментарии, спасибо вам за пальчики вверх, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что смотрите, и, конечно же, я вам хочу пожелать со своей стороны крепкого здоровья, крепкого здоровья вам и вашим близким, здоровье, это очень важно, это самое главное, также хорошего настроения, и отличного дня, так что, мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео, пока!